Всем привет! Вы на канале Информ ТВ. Неужели ему уже почти 63 года? Игорю Скляру, который прыгал как же ребенок, напевая на недельку до второго «Я уеду в Комарова». Он покорил сердца миллионов женщин, девушек и даже бабушек. Согласитесь, время летит. При этом свадебных снимков Игоря и Натальи Акимовой совсем нет. Зато легко можно найти фотографии бракосочетания Натальи с Андреем Краско. Оба красивые и очень счастливые. Они учились в одном вузе и полюбили друг друга с первого взгляда. На одном курсе с красивой парочкой учился и провинциал Игорь. В один момент оказалось, что парню негде жить и Наталья с Андреем приютили его в своей коммунальной комнате. Вскоре девушка начала засматриваться на другого, а Игорь подогревал ее симпатию. Когда поняла, что любовь уже сдерживать не в силах, подала на развод. Это очень сильно тогда ударило по Краско. Он их не простил. Свадьбу Скляр и Акимова сыграли только когда родился их сын, а это произошло через 12 лет после знакомства. При этом женщину Игоря было уж точно не меньше, чем у главного российского казановы Владимира Машкова. Скляр заводил романы с актрисами и журналистками, но Наташа прощала все. На съемках картины «Дети понедельника» он потерял голову от Ирины Розановой, которая была его партнершей. Мужчина упорно добивался ее расположения, но Розанова, кстати, надо отдать ей должное, зная, что Игорь занят, все время отказывала ему. В итоге актер ушел в длительный запой. Но таких, как Ирина, было мало. В основном женщины отвечали актеру взаимностью и их не смущало ничего. Когда Скляру было 45, на его пути попалась 20-летняя роковая красотка. Мужчина ее быстро охмурил, но ей было мало быть просто любовницей. Она хотела замуж и полного материального обеспечения. В итоге поставила ультиматум, а Игорь не готов был оставить жену, которая родила ему долгожданного сына. В итоге он так распереживался, что его хватил инфаркт. Конечно же, первая у постели оказалась жена, что и подтвердило правильность его выбора. Сейчас мужчина вроде как и степенился. По крайней мере, громких скандалов в последнее время не наблюдается. А вот карьера его на спад не пошла. Наоборот, в 21 веке типаж Игоря оказался очень востребован. А вы помните этого прекрасного актера? Если вам он нравится, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!